Очень часто в интернете можно услышать мнение о том, что российский легковес Хабиб Нурмагомедов, который в скором времени подерется за чемпионский пояс в самой престижной ММА организации мира UFC, не выгоден промоушену в статусе чемпиона, якобы из-за его неинтересного стиля ведения боя. Возможно в этом и есть доля правды, ведь глупо отрицать тот факт, что основная масса фанатов ММА любят именно поединки в стойке, и красивые нокауты, а это явно не про Хабиба. Однако стиль ведения боя это далеко не решающий фактор в этом вопросе. Поэтому сегодня мы рассмотрим 5 причин, почему Хабиб Нурмагомедов все же выгоден UFC в качестве чемпиона. Причина номер 1. Российский рынок ММА. Руководители UFC уже давно положили глаз на Россию, как на очень перспективный рынок сбыта. Рекорд в России растет очень быстрыми темпами. Президент UFC Дана Уайт в конце прошлого года заявил, что у UFC в будущем серьезные планы на Россию, и что первый турнир UFC в России планируется уже в 2017 году. Тут-то и Хабиб в качестве чемпиона сыграл бы очень значительную роль в продвижении UFC у себя на родине. Причина номер 2. Чистый рекорд. Если Хабиб сможет одолеть Тони Фергюсона и стать чемпионом, его рекорд в ММА будет 25 побед и ни одного поражения. Непобежденного чемпиона действительно легче продвигать, нежели чемпиона с поражениями в прошлом. Все-таки есть в этом что-то такое, что заставляет людей проявлять более высокий интерес к бойцу, у которого нету поражений. К тому же, если этот боец еще и чемпион в самой престижной организации смешанных единоборств. Причина номер 3. Навыки трештока и скандальность. Хабиб уже давно понял, как должен вести себя боец UFC, чтобы привлечь к себе внимание фанатов ММА. Хабиб пришел в UFC как тихий и не особо разговорчивый боец. Однако теперь Хабиб не боится говорить все, что думает. Он довольно жестко высказывается о других бойцах, угрожает им поломать все, что только ломается, а иногда просто троллит кого-нибудь в Твиттере. Также бывали и громкие скандалы с участием Хабиба, например, потасовка с братьями Диазами. Многие его осуждают за все это, но факт остается фактом. Это и есть то, что в основном привлекает новую аудиторию. Причина номер 4. Образ. Далеко не каждый боец в UFC имеет свой уникальный образ, который запоминается фанатам. У Хабиба явно с этим нету проблем. В глазах американцев Хабиб это суровый и немного дикий боец, который вырос на высоких горах Дагестана, тренируется с самого детства и борется с медведями. В общем, колоритный персонаж. Причина номер 5. Перспективность. Если даже такой супертоповый боец, как Тони Фергюсон, не сможет одолеть Хабиба, то Хабибу вполне реально стать доминирующим чемпионом в своем весе. Если Хабиб начнет уверенно побеждать своих оппонентов в качестве чемпиона, что вполне реально, успех гарантирован. Причем побеждать не обязательно зрелищно. Хороший тому пример – это один из самых легендарных бойцов ММА Джордж Сейн Пьер. Джордж дрался осторожно, а иногда и вовсе скучно. Однако его уверенные победы сделали его одной из главных звезд в истории UFC.